От идеи до реализации прошло около четырех месяцев, а речь идет о медицинском учреждении. За это время в помещении сделали ремонт, закупили оборудование. Кроме того, необходимо было получить лицензию и найти специалистов. Мне очень хочется, чтобы через некоторое время он знал каждую семью своего микрорайона, и чтобы для каждой семьи он стал своим семейным доктором. А мы будем за этим наблюдать, и если что, я понимаю, что все вы так сразу ко мне или специалистов не попадете. У вас есть Наталья Михайловна, она нам будет передавать ваши приветы, я сюда буду захаживать. Наталья Михайловна, это Наталья Михайловна Крючникова, координатор территориального общественного самоуправления. Местные жители пришли к главе города не просто с идеей, а уже с адресом помещения, которое на тот момент пустовало. Спасибо Сергею Павловичу за такой хороший подарок Новому году. Я желаю всем здоровья, удачи в Новом году. Спасибо, сегодня день, когда в день можно заплакать от радости. Обратили внимание на звонки людей, на просьбы, весь 12-й микрорайон просил. Действительно ситуация сложная. Приходишь в поликлинику, очень большая масса людей, город строится. Естественно, было очень трудно. Трудности позади, все карточки уже размещены в регистратуре. На участке проживают около 5000 человек. Кто-то уже пришел на прием, а кто-то познакомится с доктором. Семейный врач оказывает первичную помощь, а это львиная доля всех обращений. Также его задача своевременно выявлять серьезные случаи, когда необходима высокотехнологичная помощь. Ее будут оказывать в городской поликлинике или краевых медицинских центрах. Это обеспечивает индивидуальный подход к каждому пациенту, а также своевременную диагностику. Жанна Ерома в Анапе два месяца. Приехала из Санкт-Петербурга. Там она закончила медицинский вуз и проработала семейным врачом 15 лет. Говорит, что на новом месте ее встретили хорошо. Оснащение очень хорошее, мне нравится. Руководство хорошее. Они очень молодые, очень интересующиеся новыми новшествами. Поэтому я думаю, что мы еще будем вводить какие-то новые, усовершенствовать систему записи, приема и так далее. То есть это обязательно нужно делать, потому что первичная медико-социальная помощь, ее нужно улучшать всегда. В ближайших планах открыть офис врача общей практики в хуторе «Рассвет». Строительные работы закончат до конца года. Необходимо будет завести оборудование и получить лицензию. В будущем году в свои первые рейсы отправится передвижной флюорограф. Общая задача – максимально приблизить качественную медицинскую помощь к месту жительства людей.